Приветствуйте, мой зритель на моем канале. Сегодня у нас будет экскурсия на опорно-усилительную станцию проводного вещания. Ну что, пойдемте. Вот она, опорно-усилительная станция проводного вещания. Здесь у нас имеется статив АВКТ и три усилителя Енисей. Один у нас сейчас находится в работе, два других в резерве. А сейчас немного расскажу об усилителях. Усилители у нас используются типа Енисей. Производит их город Красноярск, компания ОКБАРТ. Работают эти усилители в классе D. Питаются от напряжения 380 вольт. Мощность каждого из них по 5 киловатт. Выходное звуковое напряжение 240 вольт. Вот этот усилитель Енисей К5-0М, это самая первая их модель. А вот этот усилитель Енисей К5-0, это уже вторая модель. Сейчас они производят уже новую модель Енисей с индексом D. Сейчас расскажу, в чем отличие. В принципе, как у этого, здесь тоже есть блок управления индикацией, блок буи, так называемый, который обрабатывает входящий звуковой сигнал, выдает аварии и подготовивает этот входной сигнал для подачи на блоки бум, блок усилителя мощности. В этом усилителе блоки набираются поплатно, то есть они работают параллельно. Каждый блок дает мощность 1250 ватт. Соответственно, в принципе, можно работать на одном блоке бум с мощностью 1250 ватт. Но это, конечно, нерекомендуемый аварийный режим. В этом усилителе блоки бум работают попарно, параллельно. Вот одна пара, вот вторая пара. В принципе, они могут работать на одной паре. Здесь находится блок вторичных источников питания, блок вентиляторов. Блок питания, который выдает напряжение плюс 127 и минус 127 вольт. И блок выходного трансформатора. Здесь находится выходной трансформатор. В этом усилителе блок вентиляторов. Блок питания они из двух собрали все в одном. А это блок выходного трансформатора. Усилители могут работать как в ручном режиме, так и в дистанционном. Сейчас он работает в дистанционном режиме. Звуковой сигнал для усилителя поступает с центральной станцией проводного вещания. Центральная станция проводного вещания также осуществляет дистанционный контроль за работой усилителя по аварийным сигналам, его включение-выключение и контроль звукового выхода усилителя. Ну, сейчас мы к ним еще вернемся. Статив АВКТ. Усилитель и выход усилителя Енисейка 5.0 подключается к этому стативу. А из этого статива выходит уже на так называемые спуски, которые идут к фидерам, к стойке, которая находится над крышей. Вверху здесь находится управление распределительными фидерами. 10 фидеров, их индикация, предохранители и управление каждым фидером в отдельности. Каждый фидер может находиться в работе, можно произвести его контрольное измерение или отключить, поставив переключатель на землю. Управление нагрузкой. Данным переключателем выбирается, к какому источнику сигнала будут подключены фидера. Здесь выбирается усилитель, это первая программа, здесь вторая программа, здесь третья программа, здесь соответственно выбирается какой передатчик. У нас передатчиков нету и второй, третьей программы тоже нету. Переключение усилителей может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. В автоматическом режиме исправный усилитель дает сигнал норма. Если сигнал нормы пропадает, автоматика переключает его на второй усилитель. Если у второго усилителя сигнал нормы пропадает, переключается на третий усилитель. Блок абонентского контроля. Здесь громкоговоритель просто. В целях обеспечения безопасности по-прежнему отменены междугородние автобусные рейсы. Накануне два бота из Москвы... Блок питания. А здесь блок контроля сигнализации. Но у нас они не используются, поскольку это нужно для маскистральных фидеров. Здесь находятся трансформаторы для магистральных фидеров, которые повышают напряжение с 240 вольт до 960. Но у нас магистральных фидеров нету, поэтому они не используются. А это блок измерения фидеров. Как ищется неисправность и как ищется неисправный фидер? А ищется он очень просто. По индикатору усилителя оценивается ток. Если он превышает в пике более 10 ампер... У нас сейчас абонентов мало, поэтому если превышает более 10 ампер, то надо искать неисправный фидер. Для этого все фидера переключаются на землю и поочередно включаются. И так находится неисправный фидер. Сейчас я покажу, как производится измерение параметра распределительного фидера. Нажимаем кнопку RI. Вначале мы меряем сопротивление изоляции фидера. И производим калибровку прибора. Устанавливаем на 0. Отключаем. Теперь вот, допустим, померяем первый фидер. Ставим его в контрольное измерение. И нажимаем кнопку измерения. Как видите, на фидере есть земля. Сейчас померяем Z входное. Это сопротивление фидера звуку. Точно так же калибруем. У нас тут ничего зашкрутительно все откалибровано. Меряем. Отчет ведем по нижней шкале. Сопротивление более 100 Ом. Фидер такое считается исправным. Отключаем прибор. И переключаем фидер снова в работу. Еще хочу показать вам радиолампы. Это радиолампа GM100, которая используется в ламповых усилителях проводного вещания. А это лампа GU81, которая используется в передатчиках проводного вещания. Вот у них такие размеры. Ну вот, в общем-то и все. Спасибо, что сходили на экскурсию вместе со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok